Я заканчивал журфак МГУ 30 лишним лет назад. И уже тогда города Москва и Ленинград были на 100% обеспечены журналистами. И хотя за это время ситуация медийная коренным образом изменилась, появился интернет, появились так называемые новые медиа и масса всяких других вещей, о которых вам лучше меня расскажут преподаватели, но ситуация с трудоустройством журналистов за эти 30 лет не изменилась. Очень трудно пробиться. Я вам могу сказать, например, о российских газетах, хотя у меня коллеги работают и на телевидении, в интернет-изданиях, в различных СМИ, что Казанский филиал, кстати, наш вот сидит директор Малафей Сергеевич в белой рубашке, укомплектован полностью выпускниками Казанского университета, которые изучали здесь журналистику, филологию, историю и так далее. И люди сюда приходят на практику, в Казанский филиал российской газеты. А в Москве, в главной редакции, мы на практику никого не берем. Я вам могу объяснить, почему. Потому что подготовка журналиста на факультете имеет очень большое значение. Но по-настоящему профессиональных навыков он набирается, работая в издании. Недаром, вот в то время, когда я заканчивал факультет журналистики МГУ, он был разбит так же, вот как у вас медийщики, там есть телевизионщики и так далее, на различные группы. Вот я учился в ВПНовской группе. Начиная с третьего курса, один день в неделю мы ходили, я, правда, в ВПН не пошел, мне было это неинтересно, а пошел в ТАСС. И один день в неделю я работал в ТАССе, в смене. Меня ставили в смену, редактировать там материалы, готовить заметки. Вот. За это платили гоноразы, зарплату не платили. Вот третий, четвертый курс, пятый был на стажировке, правда, я за рубежом в Польше. Вот. Ходил в ТАСС на практику. За гонорар, зарплату, естественно, не платили. Вот. И к чему я это веду, я сейчас поясню, да. И когда человек ходит на работу раз в неделю, потом стал два раза ходить в неделю, там, договорился с деканатом и так далее. И когда я заканчивал пятый курс, меня взяли в ТАСС на работу. Потом послали работать за границу. Я изучал польский, немецкий языки, потом английский. Вот. Человек учится не только теории, но и практике. И многие, кто были в группах радииных, телевизионных, походив на практику в течение какого-то времени, полугода, года, поняли, что это не их. И, значит, уже со студенческой скамьи меняли свою специализацию. Это очень важно, имеет значение абсолютно практическое, потому что в современной журналистике очень важно найти то место, которое будет не только по душе, но и которое будет соответствовать уровню квалификации профессиональной, творческой, ну и общему, так сказать, бэкграунду. Если человек не знает, сколько субъектов в Российской Федерации, и кто такой Чубайс, в редакцию общественно-политической информации его, конечно, не возьмут. То есть эти вопросы зададут даже гораздо более сложные и серьезные вопросы. С другой стороны, человек может прекрасно разбираться в культуре и искусстве. В спорте. То есть очень важно определиться, на какой бы грядке вы хотели работать, и на что вы способны, и к чему душа, так сказать, лежит. Вот, поскольку еще до окончания университета есть время, я не столько призываюсь, просто рассказываю, как было раньше, и вот в той системе подготовки было много очень правильного, и в то же время было много неправильного, ненужного и пустого. Как, например, изучение трудов, там, классиков марксизма-ленинизма до седьмого пота, научного коммунизма и так далее, которое было совершенно бессмысленным и бесполезным, причем это понимали даже в то время. Ну, об этом так вслух тогда не говорили. Вот. Так вот, в российскую газету, в московскую, в большую, на практику мы не берем. Почему? Потому что подготовка хорошего журналиста, ну, он, во-первых, должен даже в должностных инструкциях записано, что принимаем на работу тех людей, которые имеют там профильное гуманитарное образование, и опубликовали не менее пяти материалов на полосах российской газеты. Если у вас нет пяти материалов, то отдел кадров, даже если у вас будут лоббировать, разговаривать не будет. Это я говорю к тому, что нужно уже вот со студенческой скамьи выходить на... пытаться публиковаться в газетах, выходить в эфир, готовить какие-то свои материалы, может быть, вести видеоблог там и так далее. Кстати, сказать, на московском жилфаке вот материалы, которые люди делают в видеоблогах, принимаются для творческого конкурса. Там сначала творческий конкурс, а потом уже тех, кто его проходит, значит, смотрят на средний балл, вот, ну и могут дополнительные придумать. Испытания Московский государственный университет, Минобразование ему такое правило предоставило. Учитывать не только ЕГЭ, но и вводить свои дополнительные испытания в виде творческого конкурса, собеседования там и так далее. Вот. Это к тому, что очень трудно сейчас войти в профессию, пробиться. И этим заниматься надо с первых курсов. С первых курсов. Тяжелее тем, кто хочет заниматься телевидением. Вот. Я не думаю, что кому-то там, допустим, в газету попасть, так сказать, легче или проще. Но по опыту российской газеты могу сказать, что, кстати сказать, тоже и работая в Интерфаксе, что особенно ценят тех, кто не только умеет хорошо писать, красиво излагать свои мысли, но и кто, это особенно важно, досконально знает какую-то область. Допустим, общественно-политическую, науковую технику, культуры. И поэтому зачастую приоритет отдается при приеме на работу именно тем людям, которые либо имеют бэкграунд, связанный с этими областями, либо, значит, по жизни этим интересуются в течение многих лет, имеют, так сказать, или профильное образование, или серьезно этим увлекаются в качестве, так сказать, хобби, в качестве дополнительного образования и так далее. Вот. Очень существенный момент. Может быть, есть какие-то вопросы? Пока слушаю. Пока слушаю. Да, и еще одну вещь я хочу сказать. Моя дочь тоже заканчивала факультет журналистики МГУ секцию пиара, она работала в рекламном агентстве, сейчас с детьми сидит. Я это говорю к тому, что в этом зале, так же, как и в зале журфака МГУ, сидят в основном девушки. Парней здесь вот сколько? Четыре человека я насчитал, может, кого-то пропустил. Вот. А в основном девушки. А журналистика... А пятого увидел, извините. Вот. И журналистика становится все более женской профессией. Здесь есть свои плюсы и есть свои минусы. Вот. Чтобы не обвинили, так сказать, в сексизме там и так далее, я не буду говорить ни о том, ни о другом, но редакции отдают предпочтение, конечно, грамотным, ярким людям, но охотнее берут мальчиков, чем девочек. Это тоже как бы, к сожалению, может быть, это неправильная практика, но с этим вам придется столкнуться с жизнью. И поэтому девчонкам придется усиленнее работать локтями, лучше учить иностранные языки, больше времени, значит, заниматься подготовкой текстов, чтобы они были лучше и так далее. То есть это тоже совершенно объективная вещь, которая в современной редакционной жизни существует. Позвольте тогда вопрос. У меня есть и студентов, пока нет. Вы знаете, у нас сейчас очень активно массируется тема фейк-ньюсов. Дело в том, что не дали, как вчера, у нас произошел такой интересный момент, случай, связанный с тем, что на университет наши студенты сняли вирусный ролик. Это было сделано все с целью исследования природы, распространения вирусного видео в социальных сетях и вообще в СМИ, в средствах коммуникации. Этот ролик не проходил в эфир университетского телевидения, он был размещен на канале YouTube, который тоже не зарегистрирован, условно, то есть нигде регистрации именно привязки к СМИ нет. Это открытая сеть. Многие СМИ, и вот тут СМИ разделились на два лагеря. Одни перезвонили нам и уточнили... Извините, а что было в этом ролике? Я прошу прощения, в этом ролике была информация о том, что студенты Казанского федерального университета придумали робота, робот-мамолог, который может отличить настоящую грудь, я прошу прощения, от ненастоящей. Все в аудитории этот ролик видели или слышали? Да, потому что тема хайпанули, да, на этой теме наши студенты. Так вот, журналистский лагерь разделился на тех, кто перезвонил, уточнил, ребята, правда ли это, и мы сказали нет. Нет, это всего лишь эксперимент, опять же подчеркую, который не проходил через официальные наши СМИ, университетские, а другие, в том числе, и российская газета, дали как факт состоявшийся. И на самом деле ваши дали, и учитывая вес вашего издания, многие начали ссылаться на российскую газету, как первоисточник, который сообщил. То есть ваши ребята взяли это видео, оно же в открытом доступе в YouTube есть, и как факт его дали, не перепроверив. Это намеренно это было сделано, или это тоже вашей стороны попытка хайпа на нашем хайпе? И вообще, как вы относитесь к фейк-новостям? Пожалуйста, расскажите, потому что тема сегодня очень актуальная. Перепроверять журналисты, к сожалению, друзья мои, трубку поднять ничего не стоит. Хорошо? Это я уже 10 раз всегда буду говорить и говорила. Это отличный вопрос. Кстати сказать, вот я об этом не знал, но я приеду в Москву, я вам покажу в Москве. Ну, я перед руководством газеты поставлю вопрос о том, чтобы человека, который поставил это на сайт, наказали. Я думаю, главный редактор решит, как это сделать. Почему? Потому что российская газета, общественно-политическое издание, государственное, формат государственного издания, он накладывает определенные обязательства не только в отношениях с государством, что совершенно естественно. Так же, как немножко в сторону отойду, все знают, что BBC 50% принадлежит английскому правительству. Недавно у принца Гарри и госпожи Маркл родился ребенок. И один из журналистов BBC, я фамилии не скажу, в своем блоге сделал такую фотожабу, где этот маленький ребенок был изображен в роли обезьяны. Когда до руководства BBC дошло это самое, это фотожаба, его уволили в течение одной секунды, без разговоров, за нарушение морально-этических норм и непристойное поведение. Без разговоров, и никаких дискуссий не было на этот счет, в BBC, по крайней мере, которые наполовину, а не на 100% государственные, как российская газета. Есть темы, существуют желтые прессы, я худого слова о ней не скажу. У них своя аудитория, своя поляна, свои читатели. То же самое касается соответствующих интернет-ресурсов. Ради бога, кто любит пиво, кто любит квас, кто минеральную воду сельдерскую. У них своя ниша, в этой нише свои правила игры. Но, условно говоря, у BBC и у российской газеты свои правила игры. Это прежде всего перепроверять информацию и относиться внимательно к тем вещам, которые имеют для общества существенное значение. Наш лозунг, слоган рекламных наших компаний «Мы пишем о главном». Это не главное. Я даже... У нас обычно какие-то... Бывают тоже дискуссии и так далее. Я вот как человек, который подписывает полосы в печать региональных выпусков, да, и несет ответственность за то, что вот как будет наша толстушка или, значит, ежедневка выглядит в Татарстане, то, что мы делаем и прикладочки там и так далее, однозначно могу сказать, что это не главное, это не наш формат и это не наш профиль. И этот ролик не должен был появиться на сайте российской газеты. Если главный редактор узнает, я нисколько не сомневаюсь, что будут сделаны соответствующие выводы. Поверьте, я не хотела никого поставить. Мы решили за очередь, что это... Нет, дело в том, что для кого-то очень вот есть спид-инфо. Я не знаю, есть сейчас или нет спид-инфо. Для них вопрос о том, грудь это настоящая или силиконовая, имеет значение. Вот. У нас другая целевая аудитория. Возможно, там есть люди, которых это тоже интересует. Но наша целевая аудитория, это вопрос, мы знаем примерно, вот так же, как коммерсант прекрасно знает, что интересует бизнесменов, да. Вы никогда в коммерсанте, ну, за редчайшим исключением, там, не увидите материалов о уважаемой глубоко Али Пугачевой или там Филиппе Киркорове, или о Галкине, да. У них другая аудитория. Совершенно так. Вот и у нас аудитория, для которой... Для этой аудитории данная информация. Если кого-то из этой аудитории целевой или контактный данный вопрос интересует, они могут зайти на любой интернет и другие ресурсы, и там это посмотреть. Благо, сейчас все это и есть. Ребят, скажите, пожалуйста, поднимите просто молча руки, а телеграм-каналы, кто читает? Вот это люди, которые... Спасибо. Это люди, которые, на самом деле, работают с источниками. Телеграм-каналы, это та тема, которая бы тоже хотела ваше мнение по этому поводу узнать. Это же сегодня как раз очень влиятельный инструмент на информационную повестку дня. Очень много информации первичной появляется там, действительно достойный. Как вы относитесь к телеграм-каналу? Подписаны ли вы сами? Ой, вы знаете, я, честно говоря, у меня есть страничка в Фейсбуке, и там несколько есть групп и закрытых, и открытых, в котором я участвую. Вот телеграм-каналы смотрю по производственной необходимости, когда какая-то возникает информация, да, но то, что появляется в интернете и в Фейсбуке, в Твиттере, в этих самых телеграм-каналах, безусловно, если вы хотите использовать это в газете или на сайте, требует проверки. Минимум из трех источников. Минимум из трех источников. Потому что специфика, я еще раз говорю, что я с большим уважением отношусь и к людям, которые имеют ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере страницы телеграм-канала и так далее. Но здесь надо понимать, как мне кажется, прежде всего такую вещь, что эти страницы, каналы и так далее заводятся для конкретных разных целей. Кто-то хочет продвинуть себя как модель, как начинающего писателя, как популярного в школе или в ВУЗе человека, ну и масса других есть целей, да. И люди для этого выбирают соответствующий набор средств. То есть там будет информация, как правило, которая показывает того, кто завел этот канал или страницу, исключительно в выгодном свете. И не будет информации о том, что может быть для него невыгодным. Точно так же люди, которые представляют различные политические силы, общественные, движения, партии, заводят тоже аккаунты в сети, которые преследуют не только личные различные цели, но и цели общественные, цели политические и самые разные впротив до раздела имущества. Есть сайт, такой компромат.ру, на котором вы можете прочитать массу интересной информации о крупнейших политиках, бизнесменах и так далее. Он называется компромат. Это сливной бачок, куда все это дело сливается. Но он, поскольку сам называется компромат, естественно, вы будете понимать, что это требует информации. На многих вот таких сливных бачках надписи компромат не висит. И сливной бачок на них тоже не написано. Но надо понимать, что значительная, я не говорю, большая часть, значительная часть вот этого контента, она носит такой характер. Безусловно, там бывают очень интересные материалы. Бывает крик души, когда люди обращаются за помощью, когда, допустим, милиционер или омоновец рассказывает о притеснениях со стороны начальства. Масса других может быть ситуаций. Но даже в этом случае я могу сказать более того, мы чуть сами не поймались несколько лет назад, когда, значит, одна девочка рассказала, как ее мать в деревне притесняют. Фермерша взяла кредит, не смогла его выплатить в срок. И вот, значит, там банк, плюс и местные власти на нее, не буду даже называть область и район, вот, и ее гнобят. У нас, значит, в этой области работает очень хороший журналист, ты сердобольный человек. Вот. И он поехал в эту деревню, разобрался. Оказалось, что выглядит все совершенно иначе. Интернет был забит этим криком души, даже некоторые каналы телевизионные, да. Потом они отыграли назад. Но человек поехал посмотреть, так это или не так. Уж больная история страшная была. Оказалось, что не так. Вранье. Не от начала до конца, но очень тонко сделанное и тонко поданное. Я не говорю, что во всех случаях так бывает. Но во всех случаях, когда появляется острая жареная информация, надо проверять. Минимум из трех источников. Я вот как бывший заведующий отделом политической информации Интерфакса могу сказать, что это частное агентство, которое известно тем, что там традиционно очень высока достоверность информации, что там проверяют минимум из трех источников информацию, причем из различных, прежде чем выйдет на ленту. То же самое касается, естественно, и других носителей информации, и инстаграм-каналов тоже, конечно, будут. Вопрос, если есть в аудитории, пожалуйста, показывайте свой опознавательный сигнал, подавайте. Мне вот интересно стало, вы сами опомянули, что у нас действительно на аудитории у журналистки уже женское лицо, но локальные конфликты либо чрезвычайные ситуации у нас происходят постоянно, и, соответственно, у нас девушки, женщины, в первую очередь, журналисты всегда идут. У вас есть орден за личное мужество, за исполнение служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни. Это было, как я помню, прочитала, это было в 90-е как раз, да? В третьем году, да. Я могу коротко рассказать, не с точки зрения пропаганды своего личного мужества, а с точки зрения рассказа о том, как вот в практической ситуации... Как себя вести. Как себя вести, да. Мы работали в агентстве Интерфакс, и тогда в Белом доме. Поскольку вы не знаете, кто такой Чубайс, историю я пересказывать не буду. Был большой конфликт у парламента во времена Ельцина. Ельцина знаете, наверное, да? У президента первого нашего с Верховным Советом, тогда еще называлось РСФСР, еще не было Российской Федерации, называлось Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Конфликт дошел до того, что, значит, руководимый Хасбулатовым, тоже ничего не говорит фамилия, Руслановым Ранчим, Верховный Совет отрешил на бумаге президента от власти и объявил президентом вице-президента Александра Владимировича Рудского. Я понимаю, что вам это ничего не говорит, хотя вообще-то можно было бы преподавателям хотя бы немножко вот эту историю рассказать. И тогда они находились на Краснопресненской набережной, дом 2. Сейчас там располагается проект правительства Российской Федерации. Вот. На сторону парламента, Верховного Совета, которым верховодили тогда лидеры не только коммунистов, но в основном коммунистов, хотя формально Хасбулатов не принадлежал, по-моему, коммунистической партии, была большая демонстрация в Москве, ее участники, да, там был милицейский кордон, прорвали этот кордон, разоружили милицию, тогда еще не полицию, и с оружием в руках вошли в Белый дом. Часть этих людей на машинах, отбитых в милиции, поехала в Останкино штурмовать. Такая страшная была история. Это все было 3 октября 93-го года. В Останкино подтянули войска, подтянули ОМОН, и атаку вот этих людей с автоматами, которыми руководил генерал Макашов, боюсь, что эта фамилия тоже вам ничего не скажет, отбили. И вот эти, всю ночь шла стрельба в Останкино, эти люди под утро вернулись в Белый дом. Белый дом был окружен танками, которые по нему и уже регулярными войсками. И президент Ельцин дал министру обороны Грачеву приказ взять Белый дом. И с противоположной стороны Москвы-реки, если вы видели, вот это здание, он действительно Белый дом, обгоревшие все, стояли танки Кантемировской гвардейской дивизии, 6 штук, и били подкалиберными, что значит подкалиберный снаряд? Снаряд, в котором нет толовой начинки, там только оболочка, и минимум пороха, для того, чтобы он был отстрелян. И били подкалиберными снарядами по верхним этажам Белого дома, которые загорелись. Вот. Потом был штурм, который, значит, группа Альфа осуществляла при поддержке тоже регулярной армии, но в основном альфисты там работали, вывели сидельцев этих самых и припроводили их, значит, отца на. Потом судили в матросскую тишину Хосбулата, Вородского, потом выпустили через какое-то время. Вот. Во время всех этих событий я вместе с первым вице-президентом Тереховым находился внутри Белого дома и по радиотелефону передавал информацию. А до этого у нас, когда еще не начались события, в Делом доме работали и девушки тоже, которые из политического отдела. Но когда третьего стало ясно, что это уже не шутки, первым приказом президента Интерфакса было всех женщин убрать оттуда. Работать будут одни мужчины. И вот мы с Тереховым оттуда по радиотелефону передавали эту информацию. Вместе с... Терехов вышел раньше, я чуть позже. Вот. За это был орден. Это вот о практической работе женщин, так сказать, в условиях таких вот приближенных к боевым. Но могу вам сказать по своему опыту, потом была война в Чечне, девушек туда тоже мы не посылали. Но могу сказать, что когда конфликт не сопряжен с риском для жизни, и вы можете видеть на телевидении прекрасные журналистки работают в таких точках там полугорячих, да, где без стрельбы как бы обходятся, и они работают зачастую лучше мужчин гораздо. И есть среди вот так называемых тех, кто на переднем крае, женщин у нас нет. Но многие из репортеров и телевизионных, и газетных, кстати, во время войны в Чечне несколько девушек работали, они зачастую работали лучше парней. Но редакционное начальство, вот там вот я работал в Интерфаксе и в российской газете, позиция точно такая же, девушкам там делать нечего. Это на уровне редакционного начальства жесточайший приказ. Их туда никто не пошлет. В некоторых изданиях как бы ну такое случается. спасибо. Вопросы не появились, смотрите. Так, есть вопрос, секундочку. Сейчас до вас добегу. Добрый день, меня зовут Анастасия, я учусь на направлении медиакоммуникации, и у меня возник вопрос. Вы сказали, что российскую газету, которая выпускается один раз в неделю, читают больше, чем которую пять раз в неделю выпускают. С чем это связано? Я называл тиражи, я не говорил, что больше. Но все равно, вы же всех распродаете? Распродаете. Ну в смысле, Всех мы не распродаем, то что всех, во-первых, не распродаж. Дело в том, что российская газета, я понял ваш, дело в том, что, поясню, не хотел вас грузить. Дело в том, что российская газета государственное издание, и мы имеем государственный заказ. Вот та толстушка, которая выходит тиражом 3 миллиона 200 тысяч, мы из бюджета получаем средства, дотацию на производство этого контента и его распространение вплоть до доставки 19 льготным категориям граждан. Речь идет о ветеранах войны и труда, чернобыльцах, детях, которых во время войны находились в концлагерях, ну и так далее. 19 категорий льготников. Вот именно эта большая толстушка, тиражом 3 миллиона 200, там реально там 256, ну там, вот, она этим льготникам, а их 3 миллиона у нас в Российской Федерации, которым положена вот эта льгота, бесплатная доставка российской газеты. Она бесплатно им доставляется на дом по всей стране. Вот поэтому такой большой тираж. А те две толстушки, которые выходят тиражом 100 тысяч экземпляров, да, они льготникам не доставляются. Они, люди на них подписываются, либо покупают их в рознице. Есть так называемый представительский тираж. Толстушку, который выходит миллионом 3-200, каждый номер читает 3-4 человека. Мы даже делали исследование, потому что пенсионеры один другому, кому-то положено, кому-то не положено. Потом у пенсионеров есть дети, ну и так далее. То есть 3-4 человека читает один номер. И получается около 12 миллионов читателей вот у этой большой трехмиллионной толстушки. Это сопоставимо с аудиторией среднего федерального канала. Спасибо. Вопрос у нас есть. А та, которая тиражом 160 тысяч, она не доставляется льготникам, она поступает в продажу и те, кто подписал, ее получают по подписке. Спасибо большое, Андрей Евгеньевич. А вот вопрос связан с вашей профессией пиар-специалиста, специалистом сообщественности. У вас очень богатый опыт. Вы пресс-секретарем Бориса Немцова успели поработать в крупных нефтяных компаниях. И вот как вы считаете, как соотносится журналистика и пиар? Не влияет ли плохо пиар на журналистику? Ну и наоборот. Вы знаете, вот здесь медийщики меня пускай так поправят или научат, да? Что такое пиар? Вы знаете, не буду спрашивать, боюсь уже спрашивать, да? А как отличить в газете пиар-текст от рекламного текста? Есть какие-то признаки? Вот вы считаете, да это же пиар, а это реклама. Вот рекламный текст и пиар-текст согласно законодательству. Закон о печати надеюсь изучали, да? Как отличить пиаровский текст в газете от рекламного? Я потом отвечу на ваш вопрос. Медийщики. пиарщики кто готовит? Пожалуйста. Пожалуйста. Сейчас, секундочку, не могу чуть я до вас забегу. Передайте, пожалуйста, выставьте микрофон. Быстро. Да, давайте разговаривайте. Но реклама стремится продать продукт, а пиар стремится... Нет, а вот просто визуально. Я взял газету российскую, да? И вот этот номер я не видел. И вот о! Есть плашечка. Публикуется на правах рекламы. Это какой текст? Точно. А если бы это был пиар-текст, что бы было там написано? Точно не было. А допускает ли законодательство Российской Федерации без плашечки на правах рекламы распространение пиар-текстов? На самом деле в законе о печати вот таких четких формулировок нет. Но если написано на правах рекламы, обычно в конце газеты или где-то есть научка, что мы не несем ответственности там 5-10 за эти материалы. А газета опубликовала пиаровский текст, который восхваляет какую-то личность или продукт или движение и так далее. Но там не написано на правах рекламы. А деньги за него получены. Это незаконно. Во-первых, это убивает репутацию издания, что за деньги можно напечатать все, что хочешь. А второе, так сказать, с этих денег не уплачены налоги. потому что редакция получила. Иногда получают по договору, иногда наличными, что, кстати сказать, тоже законом строжайше запрещено. Вот. Это о пиар-текстах. Но многие газеты такие тексты публикуют, стараясь эти уши скрыть и замаскировать. Хотя они, как правило, вылезают эти уши, да. Но, во-первых, публикация бесплашки на правах рекламы незаконно, потому что не платятся налоги. И второе, газета тем самым нарушает не только законодательство, но и некий кодекс, так сказать, журналистской чести и достоинства. То есть им заплатили, и они все, что угодно. Не буду называть газеты, вот, в 90-е были компании. Российская газета, кстати, законно, естественно, как государственное издание следует. И вы могли в одной из федеральных газет, я говорю, название называть не буду, чтобы потом не обижались, идет компания в Государственную Думу. И на третьей полосе вы читаете красивые фото на коне с саблей, кандидат Хвостиков, выдающийся бизнесмен, он поднимет город Урюпинск, поднесет благосостояние граждан на невинную высоту. Пролистали четыре газеты, ясно, что это кандидат Хвостиков посмотрите, там он сидит в обнимку с Павлитой, тоже живой с ним, какой-то из ресторана, и написано, это пьяница, алкоголик, он развалит Урюпинск до дна. Это противники работают депутаты. И газета не постеснялась взять деньги из тех, кто его, значит, прославляет, продвигает, и тех, кто хочет его, значит, чтобы он провалился, погорел. В 90-е это было сплошь и рядом, закрывали глаза. Сейчас такого уже нет, потому что ужесточился контроль, так сказать, различных инстанций. Кстати сказать, извините, чтобы немного, вот, появился текст там с плашкой на правах рекламы. Вы знаете, есть там билборды, есть наружная реклама, телевизионная реклама. Какой орган государственной власти и управления отвечает за контроль рекламного рынка? Назовите мне этот орган из трех букв. А? Как? Что? А что такое РКН? Роскомнадзор в чистом виде рекламы не занимается. Он, кстати сказать, занимается блокировкой сайтов, да, но не за рекламу, а за экстремистские материалы, там целый перечень есть. У них есть инструкции, кстати сказать, ведь у нас на сайте они висят. Если вас интересует, за что ваш сайт могут заблокировать. Мы говорим о рекламе. Роскомнадзор борется с экстремизмом, в последнее время фейк-ньюсы там и так далее. То есть это сфера политическая. Ты устала по губам уже вам тут подсказывать. Ну вот что-то написали, допустим, там это самое обидное для кого-то на огромном рекламном щите 3 на 6 там. Хвостиков негодяй, а не депутат там. Фото. Кто с ним даст приказ, чтобы сняли эту самую рекламу? Не Роскомнадзор? Медийщики, что скажете? Они на самом деле уже испугались. Они не медийщики, на самом деле. Они уже испугались. Отчего они испугались? Диалог-то идет на равных. Да, вы можете меня спросить, я вас, пожалуйста. федеральная антимонопольная служба. К ее компетенции это отнесено. Роскомнадзор тоже страшная сила, но он немножко в другой области работает. Их тоже надо бояться, но за другое. Я просто хотел вам пожать руку за то, что в главном здании университета российская газета самая популярная. Приходишь в 8 часов, еще застанешь. Дальше бесполезно искать. А может быть, знаете, в основном берут преподаватели юридического факультета. Потому что вы печатаете все законные акты и комментарии. И мне как как раз я преподаю у медийщиков тоже фотографии. Мне очень нравится ваша подача фотографий. Потому что любой фотографии вы видите, что читатель сейчас он продукт экранной культуры, визуальной культуры. И вы поэтому большое значение придаете символу, так сказать, может быть, вот такому знаковому, знаковой фотографии. И это сразу раскрывает. Более того, многие фотографии являются основными. И текст как бы дополняет вот эти иллюстрации. Но мне еще хочется сказать большое спасибо за то, что вы выпускаете журнал «Родина». Потому что я как кандидат исторических наук, я всячески приветствую этот журнал. Там множество интересных материалов. Ну и конечно, я еще культуролог, извините, дальше больше не буду говорить по этой теме, что интересно. Мне очень значимы публикации, связанные с искусством, с культурой. У вас очень хорошие обозреватели. А по фотографии просто великолепная подача фотографий. Знаете, я вам выдам страшную буржуинскую тайну, что со фотографиями следит лично главный редактор Фронин Владислав Александрович, выпускник Казанского университета. Казанского университета Associated Press и так далее. И зачастую, даже если наш человек сходил на мероприятие, АП дал лучшую фотографию, он ставит АП, он отбирает их сам. То есть Фронин сам отбирает практически все фотографии и даже подсказывает. Да, выпускник Казанского университета. Секунду, я последнее скажу и сейчас ухожу на занятии. Я тоже хочу от своего имени сказать огромное спасибо Российской газете, потому что именно там была опубликована материала моей по творчеству Николая Заболоцкого. Он наш земляк и Казань только сейчас открыла благодаря в том числе Российской газете. Кто он был, какие стихи я Казани посвящал. Ну и конечно я очень благодарен Казанскому изданию Российской газете редакции. Мы там провели такие интересные акции, связанные с традициями чаепитиями, банными традициями, которые вызвали большой интерес. И благодаря вашей газете мое имя стало на слуху. Огромное спасибо. Спасибо. Это вот пиар. Так, у нас завершается наша встреча. Юрий, вы хотели добавить? Я хотел только для сведений, не более того, я хотел, чтобы вы знали, наверняка знаете, что главный редактор, о котором упомянул Андрей Евгеньевич Першин, он выпускник Казанского университета. Так что надеюсь, у вас есть перспективы вообще в целом, собственно говоря, вообще должны знать историю. Вот Владислав Александрович Першин закончил Eastfield в свое время Казанского государственного университета. Он очень уважает этот университет, он его любит. Он всегда Фронин, пардон, да. Это по Фрейду, сори. Так что просто для сведения. Я хотела бы напомнить то, с чего мы начали. Какие четыре, может быть, может меньше, человека в аудитории вам запомнились для того, чтобы вы могли напомним подарить подписку. Спасибо. Один человек запомнился, даже попросил его помолчать немного. Это Оля. Оля. Анастасия. Анастасия кто? Где-где? А вот Настя. Вот этот благородный юноша, не знаю, как его зовут, в белой... Бейсболке, который хотел сказать. Мужественный человек, да. А молодой человек, который... Да, 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 вот я к нему-то и спускаю, я вот так вот по синусуете. И молодой человек в очках, да. И тут паритет соблюден, две девочки, два мальчика. Пожалуйста, потом подойдите вот сюда, вот к специалисту. Ну что, друзья мои, я вас благодарю за то, что нашли время прийти к нам. Вас благодарю за то, что во время сессии нашли время тоже в своих мозгах немножко отлечься от учебы. Друзья мои, поблагодарим нашего гостя. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok